Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о кедре. Много загадок таит в себе кедр. Удивительный феномен растительного мира. Немало его сокровенных тайн уже открылось людям, но не убавляется число загадок, которые по прежнему остаются за семью печатями. Да и сами люди порой создают загадки, которые потом разгадывают другие. Вот поэтому здесь и сейчас мы попробуем их и развеять. А чтобы было проще постараемся рассмотреть нашего исполина поближе, так сказать от корня до последней шишки или иголки. Поехали. Кедр хвойное дерево до 50 метров в высоту и диаметром ствола иногда до 3 метров. Кора кедра серая, у молодых деревьев тонкая и гладкая, с возрастом утолщается и покрывается трещинками. Корневая система легко адаптируется и обусловлена особенностями почвы, но чаще поверхностная, с большим количеством придаточных отростков. Кедры – гигантские растения. Кроме того, эти великаны еще и долгожители. Продолжительность их жизни иногда достигает 3000 лет. Самый древний кедр произрастает на японском острове Якушима. Его возраст по разным источникам от 3 до 7 тысяч лет. Скорость роста дерева меняется с возрастом. В начале жизни растет быстро, в зрелом возрасте – умеренно. В основном кедры произрастают в горах на высоте до 3600 метров, образуя леса вместе с пихтой, елью, сосной и дубом. Существует 4 вида кедра. В горах Атласа на северо-западе Африки растет кедр Атласский – огромное дерево до 60 метров высотой с пирамидальной кроной с голубовато-зеленой или серебристо-серой хвоей. Ботаники называют его аристократом растительного мира. В Ливане и Сирии можно встретить кедр ливанский. Жители острова Кипр гордятся кедром кипрским – короткохвойным. Однако некоторые ученые считают его под видом ливанского кедра. Крона кедра кипрского в молодости конусовидная, в зрелом возрасте – раскидистая, а в старости – зантиковидная. Некоторые экземпляры этого хвойного растения достигают высоты 40 метров, его побеги голые или слегка опущенные. Жесткая четырехгранная хвоя темно-зеленого цвета длиной около 10 мм. Для кедра кипрского характерны светло-коричневые одиночные бочкообразные шишки длиной до 7 см в диаметре. От кедра ливанского он отличается более короткой хвоей, меньшими размерами шишек и меньшей морозостойкостью. В западных Гималаях находится кедр гималайский – дерево высотой более 50 метров с пирамидальной формой кроны и тонкой серо-зеленой хвоей. По итогу мы узнаем, что в природе ареал рода кедры охватывает южные и восточные горные районы Средиземноморья и западные районы Гималаев. На южном берегу Крыма кедры вполне прижились в районе от Севастополя до Карадага. В целом кедр отличается очень твердой, мелкослойной, желтоватой или красноватой древесиной, очень ароматной из-за большого содержания в ней смол, а также устойчивой к повреждениям грибами и насекомыми. Первая информация о кедре дошла до нас из древнеегипетской и древнегреческой истории. Например, древние египтяне были уверены, что это могучее и красивое вечно зеленое дерево было создано исключительно для них по воле бога плодородия Осириса. И действительно, те же ливанские кедры были известны еще в древности. Кедры сыграли ключевую роль в становлении ранних человеческих цивилизаций. Ливанский кедр был одним из самых уважаемых строительных материалов в античном мире. Финикийцы использовали кедры для строительства кораблей, на которых они плавали по Средиземному морю, создав одну из первых морских торговых держав в мире. Кедры Ливана также использовали ассирийцы, бавилоняне, греки, римляне и персы для строительства домов и храмов, самые известные из которых — храм Иерусалима и дворцы Соломона. Кедр, дерево, лекарь Все части этого растения обладают высокоэффективными лечебными свойствами. С древних времен его семена, смола и хвоя, превращенные в чудодейственные лекарства и косметические средства, помогали сохранять или вернуть здоровье не только людям, но и животным. Шумеры — одни из первых начали употреблять кедровую хвою в качестве лекарственного средства. При археологических раскопках древнего шумерского царства были найдены глиняные таблички, которые подтверждают, то за 5000 лет до нашей эры представители этой древней народности пользовались в лечебных целях отварами, приготовленными из хвои кедра. И что же, можно на этой ноте и завершить наше повествование. С вами был канал Планета Земля. Но стоп, многие скажут, да как так? А где кедры то? Где кедровые орешки? Где Сибирь? Где тайга? Где наконец кедровый стланник? Какие египтяне и шумеры? Да что же это делается то? И да, нужно продолжать. Нам тратить нервы ни к чему, мы за позитив. Всем известно такое выражение «кедровые орехи». Многие даже пробовали эти самые орехи на вкус. Однако кедры, как таковые, вообще в Сибири не растут. И шишек со съедобными для людей орехами не дают. Да и вообще это не орехи, а семена. С ботанической точки зрения, правильно, не кедровые орехи, а сосновые семена. Каждый седьмой сибиряк сейчас икнул и отложил книжку по ботанике в сторону. Да и ботаника вместе с ней. Но это еще что? Настоящий кедр — это теплолюбивое растение, которое произрастает на берегах как говорилось ранее Средиземного моря, а также в Гималаях. И кедров в природе осталось очень мало. А то дерево, которое называется сибирским кедром, на самом деле является представителем семейства сосновые. И правильно называется сосна сибирская кедровая. Так почему так повелось называть сосну кедром? Надо разобраться. И на это есть несколько предположений. Мне кажется, в те времена люди не имели таких обширных познаний в ботанике. Поэтому все кедровые сосны просто считали кедрами. Похоже, значит кедр. Не зря она до сих пор кедровая, а не еловая, например. Еще есть байка или быль, связанная с Петром Первым. Согласно одной из легенд, Петр Первый, вернувшись в Россию с Голландии, приказал найти дерево, что по свойствам не уступало бы кедру, из которого строили самые качественные и крепкие корабли. Похожее растение было найдено в Сибири. Им оказалась сосна, которая с этого момента получила новое название – кедр сибирский. И сколько бы не было версий, сибирский кедр в представлении большинства людей – это вам не какая-нибудь сосна. Хотя сосны бывают – ого-го. И пусть это будет кедр. Да простят меня ботаники. В России и странах СНГ произрастает 4 вида кедра – сибирский, европейский, корейский и сибирский стланник. Ядра кедров по вкусу практически не отличаются друг от друга. Хотя многие гурманы кедровых орешков могут вызвать вас на дуэль. Но скажу, что самые маленькие шишки растут на европейском кедре и кедровом стланнике. А самые крупные орехи в шишках корейского кедра. Скорлупа орехов у них твердая. Достать ядрышки тяжело. Зато у сибирского ореха ядрышки среднего размера. Расщелкнуть их не составляет никакого труда. 98% всех видов кедра растет в России. В основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее богатыми кедровниками могут похвастаться южные сибирские регионы, Томская и Кемеровская области, Республика Тува и Хакасия, Прибайкалья и Красноярский край. Да, кстати, кедровники, они же кедрачи, это леса, состоящие из кедра. Кедровники – отдельный живущий по своим законам мир тайги. Густые ветви хвойных деревьев дарят лесу темноту и таинственность. Во все времена года в кедровнике царит особый микроклимат. Кроме этого, это дерево встречается в Казахстане и Монголии. И у сибирского кедра есть свой лесничий. Рассаживает кедр по лесу птица-кедровка. Она собирает в клюв несколько кедровых орешков из самых спелых шишек и летит с ними по лесу. Найдя подходящее место, разгребает лесную подстилку и зарывает в нее орешки поближе к земле. Все орешки из клюва в одно место, а иногда в несколько мест, а затем летит за новой партией. И так целый день. В местах посевов через 5-7 лет появляются молоденькие деревца. Каждая кедровка ежегодно делает до 30 тысяч своих личных кладовых, в которых обычно хранятся по 15-20 орешков. В естественных условиях в тайге кедр начинает плодоносить в возрасте 40-50 лет. В оккультуренных посадках с подкормкой и уходом кедры начинают ежегодно плодоносить через 15-20 лет после посадки. Кедр теневынослив и не боится открытого солнца. Ему нипочем даже 50 градусов мороза. При высокой влажности воздуха кедр прекрасно растет даже на камнях. Раз в 5-6 лет кедр дает большой урожай. С одного дерева можно собрать до 10 килограммов орехов. Когда случаются урожайные на орехе годы, в лесу сразу возрастает численность белок и других животных, питающихся кедровыми орехами. И сибирский кедр или сосна сибирская кедровая, безусловно, являются царем всех деревьев таежной зоны. Это могучее величественное дерево даже в сказках представлялось в образе старца-мудреца. Оно и понятно – кедровые сосны достигают иной раз величественных размеров и форм, и на фоне соседствующих с ними ели и пихт кажутся просто великанами, исполинами, с громадными лапами-ветками и могучими кронами. По своим размерам сибирский кедр уступает лишь другому своему хвойному родственнику – секвой. Сибирский кедр достигает высоты до 50 метров и живет порой по 800 лет, а то и больше. Диаметр ствола бывает до 2 метров. Сибирский кедр – царь тайги еще и потому, что является ценным промысловым объектом, а также кормовой базой для многих таежных животных и птиц. Кедровые орехи очень питательны и содержат большое количество полезных веществ, необходимых организму как животного, так и человека. В частности, незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы, что делает их ценнейшим продуктом питания. Кедровый орех – это кладезь полезных веществ. Ядро кедрового ореха содержит жиры, белки, крахмал, сахара, витамины, а также железо, фосфор, цинк, магний, медь и особенно марганец. В них действительно высоко содержание жира. Впрочем, как и во всех орехах. Ах да, семенах. Ядро ореха кедра сибирского используется в пищу и служит сырьем для получения кедрового масла. Древесина кедровой сосны имеет белый цвет, плавно переходящий в розовато-охристый цвет ядра. Применив лаки, можно придать ей очень красивый золотистый оттенок. Отличается большой плотностью. Материалы из кедра позволяют изготавливать прочные лодки. Мягкая древесина, в ней отсутствуют сучки. Карандаши, которыми мы пользуемся повседневно, изготовлены большей частью именно из древесины сибирского кедра, поэтому они так хорошо точатся. Наполненная эфирными маслами древесина сибирского кедра используется в производстве мебели с эффектом защиты от вредных насекомых. Сундуков, шкатулок, буфетов. Фитонциды этого дерева препятствуют развитию гнилостных бактерий, поэтому из нее изготавливают посуду для хранения молочных и других скоропортящихся продуктов. Полы из сибирского кедра великолепно держат тепло и малопроницаемые для воды. Сибирский кедр, благодаря его полезности для человека и мощной ауре, излучаемой деревом, пользуется среди населения Восточной Сибири заслуженным почетом. Среди народных обычаев можно найти такой. Недалеко от угла строящегося дома, нужно посадить саженец сибирского кедра для того, чтобы защитить от невзгод жилое строение и его обитателей. Чего дорогие друзья и вам желаю с кедром, ну или хотя бы с кедровыми орешками для улучшения ваших организмов. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова